Продолжение следует... Продолжение следует... Для этого нужно разбить автомобиль с непристегнутым манекеном. Но когда мы просили об этом специалистов и Дмитровского полигона, и АвтоВАЗа, они всегда отвечали отказом. Мотивирует это тем, что манекены дорогие, каждый стоит около 100 тысяч долларов, и они при ударе просто могут быть повреждены очень серьезно. Такие демонстрационные удары в научно-популярных целях без ремней с манекенами были. Вот, предположим, сейчас вы видите такой удар, когда женщина с ребенком ударяется в лобовое стекло. Но все эти удары не давали нам главного. Они не давали нам цифр перегрузок. Они не давали нам аргументов. Мы не знали, насколько ремни снижают тяжесть травм. И, наконец-то, специалисты АвтоВАЗа согласились провести такой эксперимент. Для эксперимента ВАЗовцы пожертвовали две новенькие десятки. Машину специально подготовили. Во-первых, для того, чтобы видеть все перемещения манекенов во время удара, двери были удалены и заменены специальными распорками. Во-вторых, ВАЗовцы разбили заднее стекло и смонтировали, по нашей просьбе, на крышку багажника специальную видеокамеру, ударопрочную, которая будет наблюдать за тем, что происходит, соответственно, сзади. Наконец, в салоне впервые за всю историю краш-тестов АвтоВАЗа сидят четыре так называемых инструментированных манекена. То есть все они подключены к регистратору, который находится в багажнике. Поэтому все каналы регистратора заняты. Эксперимент решили провести в два этапа. Во время первого удара спереди будут сидеть пристегнутые водители-пассажир, сзади не пристегнутые два взрослых манекена. Вдобавок мы решили посадить между двумя задними пассажирами и ребенком. Это специальный манекен, который имитирует ребенка возрастом 6 лет и массой 22 кг. Ребенок во время первого удара будет сидеть, как положено, на подкладочке-бустере. Он пристегнут поясным ремнем, только поясной лямкой, поскольку пока на десятках нет еще среднего трехточечного ремня. И все, что происходит во время удара, будут фиксировать специальные скоростные видеокамеры. Оба удара решили проводить на одной и той же скорости 50 км в час. Это значительно ниже, чем наша обычная скорость краш-теста в 64 км в час. Но опять-таки это диктует забота о сохранности манекена. Итак, первый удар. Что же мы видим? На первый взгляд все в порядке. И передние манекены сидят, как ни в чем не бывало, и деформация кузова не велика, и задние манекены вроде бы в порядке, но позы у них, конечно, какие-то странные. Ничего удивительного. Они же не были пристегнуты. Что случилось с ними? Помогает рассмотреть скоростная видеосъемка. Посмотрите, что происходит внутри во время удара. И особенно проследите за тем, как движется задний непристегнутый манекен. Вот он идет вперед. Вот касается головой потолка и следует страшный удар у переднее водительское кресло. Удар, при котором замедление на длительный срок превышает 90G. Это 90-кратная перегрузка. При этом удар левым коленом по основанию водительского кресла происходит тоже со страшной силой. Нагрузка на бедренную кость более тонны. Естественно, если бы на месте манекена был живой человек, это как минимум перелом левой ноги, это сотрясение мозга и, скорее всего, перелом шейных позвонков. У правого пассажира тоже страшный удар, но здесь сработал страховочный трос, которым вазовцы на всякий случай прикрепили всех манекенов. Если у левого пассажира он не выбран, то здесь трос вступил в действие. Если бы не он, то правый манекен наверняка бы улетел к левому стеклу. Но на этом ужасы не заканчиваются. Посмотрите еще раз, как движется задний правый непристегнутый манекен. На отскоке он садится с размаху на ребенка, которого удержал поясной ремень. И если бы не непристегнутый задний пассажир, то ребенок остался бы жив. Но представьте, что происходит, когда сверху на него со всей силы садится 75 граммовый пассажир. А это ведь сзади. Посмотрите, очень хорошо видно, как задний пассажир садится на ребенка и фактически его убивает. Недаром бедолага застывает в позе с такими поднятыми, скинутыми в мольбе руками. За что? Теперь второй удар. Все наоборот. Те, кто сидят спереди, не пристегнуты. Задние пассажиры пользуются ремнями, но ребенок между ними сидит тоже не пристегнутый. Итак, удар. Что же мы видим? Во-первых, разбилось лобовое стекло. И это неспроста. На скоростной видеосъемке мы видим, как передние манекены идут вперед, но их не удерживают ремни, как во время первого удара. И они ударяются головами о лобовое стекло. Страшные удары. Они не могут выбить лобовое стекло головами. И удары при этом, перегрузка достигает 200 G. То есть, на короткое время 200-кратная перегрузка. Мало того, на шейные позвонки каждого из передних манекенов тоже действует страшная сгибающая нагрузка. Это тоже, скорее всего, переломы. Между тем, с задними пассажирами все в порядке. Они были пристегнуты и фактически отделались легким испугом. А теперь посмотрите еще раз, во что превратилось лобовое стекло десятки под ударами голов непристегнутых водителя и переднего пассажира. Как видите, стекло очень прочное. Оно вклеено проем. И при таком ударе выбить его невозможно. А вот получить смертельные травмы головы, шеи и страшные порезы лица – это практически гарантированное дело. Когда мы потом измерили глубину порезов, которые вы видите на пластиковой кожуре манекена, они достигли сантиметра. Представляете, что будет с живым человеком, когда он будет полосовать кожу со страшной силой, ударяясь головой. А что у нас с ребенком во время второго удара? Он был не пристегнут. И вы видите, как он сорван страшным замедлением, летит по салону, ударяется по дороге у водительское кресло и влетает головой лобовое стекло. К сожалению, ребенок не был подключен к аппаратуре. Мы не знаем, каковы были замедления. Но наверняка сила удара такова, что выжить при этом и не получить травм практически невозможно. Вывод, думаем, ясен. Пристегиваться надо всем, и не только спереди, но и сзади. Что еще важнее, пристегиваться нужно обязательно каждому из тех, кто сидит в салоне. И взрослым, и детям. Как видим, первый удар показал, что задний непристегнутый взрослый пассажир может фактически убить пристегнутого ребенка. То есть тут действует принцип коллективной ответственности. Каждый в ответе за каждого. Пока вы в салоне одного автомобиля. Потому что, не дай бог, если случится авария, и автомобиль отбросят в сторону, то люди и предметы будут неконтролируемо перемещаться внутри, как горох в свистке. И что произойдет? Кто ударит кого? Предсказать невозможно. Поэтому гораздо проще и надежнее всем пользоваться ремнями, всем пристегнуться, и это будет заведомо безопаснее. Как минимум, это втрое снизит шансы на то, чтобы получить травмы или погибнуть. Подробно все результаты нашего уникального эксперимента, изложенные в авторею номер 2 за 2007 год.